Фарфоровые плитки справа 120 лет, слева современные копии. Мастера из Эрмитажа создали вручную таких 4000. Ими выложат часть фасада музея Приво, так как он выглядел раньше. Реставрация здания вышла на финишную прямую. Вообще здание шесть раз переходилось в руки. И здесь даже находилось военное училище морских летчиков, потом ГСАФ, потом клуб имени Карла Липных. Ну вот музей только в последний период. Там внутри живого кроме лестницы ничего нет. Благо, что костры не жгли. В здании бывшего коммерческого клуба на Куйбышев 104 костры жгли регулярно. Здание пустовал почти 20 лет. Сейчас его полностью восстанавливают по федеральной программе культуры России. Работа застопорилась из-за проблем с инженерными коммуникациями. Ситуацию под личный контроль взял глава администрации Самара Олег Фурсов. Сети переложили практически с нуля. Сейчас идут строительные работы. Уже зимой начнется внутренняя отделка. В здании будет размещаться молодежный культурно-театральный центр «Дирижабль». Ход работ проверили представитель Минкульта страны Борис Мазо, министр культуры области Сергей Филиппов, глава администрации Самара Олег Фурсов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Здесь сама по себе концепция интересна. Мы сразу решаем три задачи. То есть помимо того, что мы устанавливаем объект в центре города, федеральный памятник, мы обеспечиваем, соответственно, наш институт теми площадями, которых у них нет, потому что им негде сегодня, допустим, заниматься сценическому факультету и так дальше. И самая главная фишка – молодежь. Днем занимаются студенты, а вечером сцена в вашем распоряжении. Сами определяйте, кто у вас здесь будет выступать. А уже через месяц подопечные ректоры Института культуры Илеонора Куруленко студенты смогут заниматься в обновленном здании вуза. Сейчас строители завершают реставрацию фасада с полной заменной окон. Начались работы в костеле. В восстановлении памятников истории и культуры участвуют все уровни власти. Из федерального центра в этом году в Самарскую область направят около 900 миллионов рублей. Процесс идет достаточно эффективно. Думаю, что в сроке все будет завершено. Контроль, конечно, с нашей стороны будет продолжаться. В следующем году по федеральной программе «Культура России» в Самаре будут реставрировать 15 памятников культурного наследия. Среди них Д. Кадзержинского на Степана Разина, особняк Сурошникова, церковь Михаила Архангела в поселке Шмидта. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События.